Наш последний седьмой день. 7 ступеней к радости. Сегодня у нас последняя ступень, на самом деле их больше, но мы сегодня охватим то, что мы успеваем охватить, чтобы оставить у вас желание учить дальше, потому что Тора бесконечна, как мы знаем. Сегодня мы разбираем ту ступень радости, которая называется Х2. Но перед этим я хотела бы немножко поздравить всех нас, что мы дошли до этого, потому что очень многие, вы знаете, готовы начать какой-то проект. Вау, что-то новое, интересное, я хочу, подпишитесь, подпишите меня, я внутри этого и так далее. Но совсем не каждый умеет заканчивать, не каждый умеет доходить до конца. И поэтому тот факт, что вы слушаете это видео, я надеюсь, что вы его не просто слушаете, а вы слышали все остальные тоже, это значит, что вы умеете действительно доходить до конца и получать удовольствие от того, что вы сделали что-то большое. Как вы помните, есть отдельный вид радости, да, который, это такой восторг, что я дошла до конца. Эта радость называется сосон, мы с вами говорили об этом. Я надеюсь, что вы испытываете сейчас какой-то небольшой сосон от того, что вы прошли этот путь вместе со мной. Я тоже надеюсь, что у вас была симха по ходу, да, в процессе того, как вы шли, когда вы слушали эти видео каждый день, то тоже была радость какая-то от того, что вы это делали. Сегодняшний же путь к радости называется Хе-2. Хе-2 это интересная радость, очень необычная. Больше всего, наверное, чтобы объяснить эту радость, нужно вспомнить, как мы с вами садились когда-то, когда это было возможно, на американские горки, да, на какой-то классный, очень страшный аттракцион. И что мы чувствовали, когда мы заканчивали, когда мы приземлялись на землю. Это вот этот вот восторг, воодушевление, счастье безумное от того, что я вообще живу, от того, что я уже в безопасности, я могу ступить на землю. Слава богу, все хорошо, да, я не умираю, я тут, я дышу, я живу, все нормально. Это очень интересная радость, которая происходит тогда, когда мы как будто бы в маленьком шагу от смерти, да, как будто бы сейчас все кончится, и нет, бру-хашем, да, я на другом берегу, я среди живых. Эту радость первым в той испытал Итро, когда Муширя Бейн ему рассказывает про все те чудеса, которые были, да, и про то, как египтяне утонули в море, он чувствует, что, вау, да, египтяне погибли, а он выжил, и он выжил для чего-то, у него есть какая-то цель, если он выжил. Это очень важно, это очень необычная радость, которую испытывает каждый, кто тяжело болел, не дай бог, и он выздоравливает, каждый, кто проходит какое-то тяжелое испытание, он выходит из него. Это вот эта радость, которая приобретается только через большую боль, большие страдания и большой страх, в какой бы области он ни был. Также очень важно, что это учит нас тому, что настоящая жизнь начинается там, где заканчивается наша зона комфорта. Наше тело, как мы уже говорили с вами, очень любит комфорт. Нам очень тяжело решиться на что-то такое, что будет некомфортным для нас. Мы говорим, нет, слишком тяжело, не сейчас, лучше потом, это будет больно, это будет неудобно, это будет напряжно и так далее, и так далее. Но каждый из нас, кто занимался спортом, мы прекрасно знаем, что пока нам не начинает быть больно, пока мы не напрягаемся, и у нас не болят мышцы, мы вообще не работаем, мы вообще ничего не достигаем в физическом плане. С другой стороны, мы должны всегда помнить, что есть зона усилий, она посередине, есть зона комфорта и есть зона стресса. Большинство из нас всегда хотят жить в зоне комфорта, где нам хорошо, не больно, комфортно и классно, и мы ничего не делаем. Но есть иногда, что мы сразу хотим из нее перебежать в зону стресса. В зоне стресса нам больно настолько, что львутся наши мышцы, нам нельзя туда идти, потому что в ней мы не растем, в ней мы ломаемся. То же самое часто люди, которые хотят, открывают для себя что-то новое в духовности, в соблюдении, в иудаизме, они хотят сразу все. Они хотят соблюдать шаббат, они хотят соблюдать кашрут, они хотят одеваться скромно, и все это одновременно. И что получается? Это называется тело начинает бунтовать, тело не разрешает, оно не дает зеленый свет. Или то же самое происходит в сфере диеты, человек хочет похудеть, он сразу отрезает у себя все, белую муку, сахар, все кондитерские изделия, он ест только зеленые овощи каждый день. И в какой-то момент, все, тело говорит, сейчас я возьму какой-нибудь огромный торт, я съем его за раз, потому что я больше не готов мучиться, это невозможно. И мы падаем. И часто мы знаем, что какие-то, когда у нас есть такие переломные моменты, емкий пуль или начало финансового года, мы набираем на себя всех этих обязательств, да, и уже через месяц, где мы, где эти обязательства, мы про все это забываем. Так нельзя. Это антоним к духовному росту. Духовный рост это постепенно, это когда мы в этой зоне усилий, мы все время берем чуть больше, чем нам комфортно, чуть больше, чем нам хочется взять, да, и тогда мы растягиваем мышцы. Мы чувствуем мышцы, мы ее укрепляем, а не рвем, не дай бог. Давайте на эту тему, на тему, и вот там наступает Х2. Х2 наступает тогда, когда мне больно, неприятно, но я расту, и я чувствую, что я изменился за счет того, что я взял на себя что-то, что было не очень комфортно. Вот там наступает Х2. Давайте сделаем последнюю в этой серии медитацию, да, на эту тему. Мы уже это делаем с чувством, с остановкой, да, мы понимаем, как это делать. Мы еще раз расслабляемся, закрываем глаза. И я хочу на секундочку, чтобы вы внутренним взглядом вспомнили все то, через что мы прошли. Мы с вами прошли через Симха, Сасон, Гила, Рина, Ава, Хва, Шалом. У нас были такие разные ступени к радости. Поблагодарите себя, пожалуйста, за всю эту духовную работу, за то, что вы брали, находили это время. Время – это самое важное, что есть в нашей жизни. Вы находили время каждый день на этот духовный рост. Поблагодарите себя за это, почувствуйте, какой классный, пусть небольшой, пусть короткий, но очень важный, значимый путь вы прошли за эти 7 дней, за эти 7 ступенек. И теперь представьте себе, в каких областях вашей жизни вы чувствуете комфорт. В каких областях вашей жизни вы уже давно не решались ни на какое изменение, ни на какой рост. Есть ли такие области в вашей жизни? То, что вы давно хотите попробовать, но вам страшно, неудобно, вы думаете, что когда-нибудь в другой раз, сейчас в вашей жизни и так уже очень много обязательств. Есть ли такие сферы? Есть ли сферы, в которых наоборот, вы чувствуете, что вы ломаете себя, вы чувствуете, что вы зашли в зону стресса, и вам необходима передышка, вам необходимо немножко замедлить этот темп, для того, чтобы тело не начало бунтовать? Вспомните также, пожалуйста, про то, что есть одна молитва, на которую Всевышний отвечает всегда. Это молитва о духовном росте. Всевышний хочет, чтобы они духовно росли. Если человек этого хочет, Всевышний дает ему все возможные и невозможные инструменты для этого духовного роста. Давайте сейчас вместе попросим Всевышнего, чтобы он научил нас каждую на своем уровне расти так, как нужно, так, как правильно, не ломая себя, но при этом не задерживаясь в этой зоне комфорта. Когда вы почувствуете еще большее спокойствие, выберите какое-то четкое действие, которое вам необходимо для того, чтобы из зоны комфорта перейти в зону усилий, что-то, что действительно изменит вашу жизнь к лучшему, что-то, что даст вам возможность гордиться собой, что-то, что, делая потихоньку, по миллиметру, день от дня, в какой-то момент превратится в навык, в устойчивый навык, который дает вам возможность чувствовать себя более гармоничным, духовным, осознанным человеком. Какой-то маленький ритуал, маленькая привычка, которая будет напряженной, но в конце будет как в спорте, когда мы просыпаемся, на следующий день после аэробики, после физической нагрузки у нас болят мышцы, и мы чувствуем, вау, кайф, как здорово, что мое тело болит, это значит, что я хорошо потренировался, это значит, что я буду здоровее, сильнее и гармоничнее. Выберите такой один ритуал, который вам хотелось бы делать каждый день, все заново и заново, выходя из вашей зоны комфорта. Когда этот четкий ритуал, вы вспомните, вы поймете, вы уясните, попробуйте постепенно, не торопясь, с новым чувством, новым осознанием, новым знанием о себе вернуться в эту комнату. Надеюсь, что у вас получилась эта медитация и все те остальные медитации, которые были у нас. Надеюсь, что вы почувствовали наслаждение от общения с собой, от общения со своей душой, со Всевышним. Очень надеюсь на то, что вам будут интересны дальнейшие наши марафоны, просто занятия по медитации, по тое, по осознанности. Еще раз хочу вас поблагодарить за этот классный, очень интересный, очень необычный путь, который мы с вами прошли. И будем ждать ваших реакций, ваших запросов и ваших пожеланий. Всего хорошего!